Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии на очереди 41 глава. Продолжается прямая речь Бога. Как и в 40 главе, в основном здесь прямая речь Бога. «Умолкните предо мною острова». Об островах шла речь в предыдущей главе и о народах. «И народы да обновят свои силы, пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд». Господь судится в данном случае с островами, с народами, населяющими эти острова. Может быть, им кажется, этим народам, этим островам, жителям этих средиземноморских, скорее всего, островов, что Господь одним кажется, что навсегда погубил народ свой в плену, другим, что он, может быть, выводит его незаслуженно из этого плена. Ну вот, как бы там ни было, суды, они праведные суды Божьи совершаются, и человек, который собирается тягаться с Богом, устраивать с Богом тяжбу, он будет посрамлен. С первого стиха по седьмой, в общем-то, здесь, в этих первых семи стихах, содержится намек на того же самого Кира, точнее, кореша второго великого персидского монарха. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей». Речь идет о Кире II как о инструменте божественной воли. Он его действительно воздвиг от востока, пришли с востока персы, медяне, и свергли вавилонское владычество, вавилонского царя, и установили свою власть. Началась новая персидская эпоха. И в 538 году до нашей эры Кир, кореш, издал указ, отпускающий евреев вместе с сосудами Иерусалимского храма на свободу и повелевающий вернуться им в Иерусалим и жить там на своей земле, дарованной им Богом. «Кто воздвиг?» Ну, понятно, вопрос не требует ответа. «Сам Господь воздвиг этого самого Кира, кореша от востока, и все народы предал и покорил ему». Персидская власть будет простираться и даже на Египет, как мы знаем, она простиралась. «Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». Меч и лук персов, все другие народы поразили, словно солому, и все другие народы были превращены в прах. Персы воевали с греками, как известно, об этом много говорится у греков в источниках. И войны эти шли постоянно, и персы довольно далеко продвинулись вообще, на запад. На юге и говорить нечего. Египет завоевали. «Он гонит их, идет спокойною дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими». Персидский царь гонит, прогоняет народы, идет новыми незведанными дорогами и создает новые сатрапии для своей персидской державы. Кто сделал и совершил это? Вопрос. А дальше ответ. Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Замечательная тема будет продолжена Новым Заветом, в приложении уже к Мессии, и назван будет первым и последним Господь Иисус Христос, Альфа и Омега. Господь, Он начало и конец, и все, что происходит в мире, происходит по Его воле. Он вызывает роды. Без Него не может родить ни лань, ни женщина. Увидели острова и ужаснулись, концы земли и затрепетали, они сблизились и сошлись. Вот они все это осознали, увидели те действия, которые Господь произвел руками вот этого самого кореша, этого Кира Персидского, и ужаснулись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. А вот дальше вдруг происходит переход к другой теме. Начинается другая тема. Тема идолопоклонства. 19-20 стихи предыдущей главы эту тему начали, а сейчас в 41 главе она будет развиваться. Кузнец одобряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке. Хороша. И укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Описываются изготовители, фабриканты, из туканов, идолов. «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, «Ты, раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Израиль, раб Господень». Эвед, Адунай. Вот эта тема раба Господня очень важная, а, быть может, самая главная во втором разделе книги Исаии. Дальше будет четыре песни раба Господня. Четыре песни раба Господня. 42 глава, начало 42 главы, потом начало 49 главы, часть 50 главы, и, наконец, четвертая песня раба Господня. Это 52, с последнего стиха 52 главы, и дальше целиком 53 глава, «Четыре песни раба Господня». Здесь 41 главе это не песня раба Господня, это о самом рабе Господнем. Израиль назван раб Господень. Господь называет Израиля своим рабом. Раб, здесь не столько, пожалуй, речь идет о господин и раб, не эта метафора, не этот образ, хозяин и раб, но, скорее, эта тема раба Господня здесь связана с избранием, с избранием и искуплением. Господь ведь избрал Авраама, Авраам был другом Господнем. Господь избрал Израиля, Иакова, сказано прямо в 8 стихе, Иаков, которого я избрал. Вот это избрание, это выделение из числа прочих народов, оно делает Израиль особо приближенным к Богу народом, рабом Господним. Раб — это не нечто уничижительное. Раб царя, например, это самое приближенное, самое приближенное, самое доверенное, самое близкое к царю лицо, самый близкий человек ему, человек, которому царь больше всего доверяет и поручает ему самые, самые важные дает ему поручения. Это как вице-президент при президенте исполняет особое поручение правителя. Вот Израиль это особо приближенный к Богу народ, поэтому он и назван рабом Господним. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя. Насколько же блажен и счастлив народ Божий, который освобожден от этого искушения, от этого злого соблазна, от этого греха и дала поклонства по сравнению с другими народами, которые этим самым долопоклонством занимаются. Занимаются и тем проявляют свою глупость и совершенно далеки от той мудрости, которую дает Господь. Дальше звучат слова ободрения «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Это правда Господня, это тздака, это правосудие Господня. Господь свое правосудие совершил и над Израилем. Его божественное наказание постигло народ Божий и прежде всего за грех и дало поклонства Господь наказал, за почитание иных богов и за попытки сделать изображение невидимого Бога, тельцы и прочие всякие постыдные дела и прочие всякие истуканы. И здесь правосудие Господне проявляется в суде над другими народами, острова населяющие, ну и прочие все народы, которые имеют тяжбу с Израилем. И Господь выступает искупителем, защитником своего народа и обвинителем его оппонентов, его противников. Израиль не должен бояться, потому что с ним Господь. И он укрепит. Концовка сороковой главы об этом была, что надеющиеся на Господа укрепятся в силе. И вот здесь тоже речь идет об укреплении Господнем. Укрепление дает Господь. Да. В стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, народы против Израиля. Будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. В прошлой главе предыдущие народы сравнивали с каплей из ведра. В этой главе они словно прах, словно солома, которая разносит ветер. И здесь тоже почему этим народам не одолеть Израиля? Почему Израиль устоит перед этими народами, перед их мощью? Потому что с ним Господь. Сам Господь говорит, я с тобою. Поэтому если ты с Богом бояться нечего. Один человек рассказывал монах уже в летах преклонных, что он в детстве очень боялся темноты. И вот крестили его уже в сознательном возрасте. Мальчик не знаю, сколько ему было лет. И вот он помнит хорошо, в советские времена это было, ему надели нательный крестик на ленточке и он перестал бояться. на следующий день после крещения говорит, я мог спокойно не бояться уже один оставаться ночью и мог даже ночью пойти на кладбище без всякой боязни, потому что со мной Бог. Вот очень такая иллюстрация из нашей жизни к этим словам, которые мы читаем у Исаии. Ни народ, ни отдельный человек не должен бояться, если с ним Бог. Если Бог за нас, кто против нас скажет апостол. Читаем дальше, одиннадцатый стих. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя, борющиеся с тобою будут как ничто совершенно ничто. Пустота. Вот идолы это ничто, они ничтожны. Вот так же и народы, идолопоклоннические, не признающие над собой власть единого Бога, они тоже ничто, и бояться их не следует. Ибо я, Господь, Бог твой, продолжается обращение Бога к Израилю, к израильскому народу, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и искупитель твой, святой Израилев. Удивительный этот стих, 41 глава, 14 стих, Иаков называется червем, видимо, по своей малочисленности, малолюдный Израиль, вот червь и Яков, малолюдный Израиль, здесь параллелизм, Яков и Израиль это одно и то же, и червь стоит в параллели с малолюдным. Другие народы, словно могучие, дикие звери, большие, сильные, разъяренные, а Израиль мал, он ничтожно мал, но с ним Господь, поэтому эти звери ему ничего не сделают, он малочислен, червь перед этими зверями, но с ним Господь, и он помогает, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, вот здесь Господь, Бог назван искупителем, Гоэль, Гоэль в нескольких значениях используется этот термин в Священном Писании, Гоэль это родственник, который выкупает, платит за человека, который оказался в долговом рабстве, или там участок земли, или самого человека выкупает из рабства, Гоэль это это человек, который выкупает пленника, плененного, например, родственника, или ну просто вот выкупает человека из плена, да, и Гоэлем может выступать человек, который, например, защищает вдову, защищает вдову от ее бедственного положения, может быть, долгового рабства, вспомним хотя бы в этой связи книгу Руфь, где это наглядно иллюстрируется, Гоэль, так вот, Господь, сам Бог, назван здесь Гоэль, Искупитель, Израиль был в рабстве, а Господь его выкупил, искупил из этого рабства, и назван также, Бог здесь назван Святой Израилев, выше уже говорилось о том, что Господь Святой, сам Господь был назван Святым, вот Святой с Большой Волковой, 40 глава, 25 стих, и вновь повторяется, Господь называется Святым, Кадош, Господь Свят, поэтому Он и искупает Израиль, вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым, ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину, мякина или полова, это вот то, что остается после обмолота зерна, тяжелое зерно, оседает, а полову мякину уносит ветром, словно прах, возметаемый ветром, как читаемо в первом салме, ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться Святым Израилевым, вновь Господь назван Святым Израилевым, и дальше будет назван в 20 стихе еще не раз, Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, Богоявление Исаии, 6 глава, здесь священный автор вновь возвращается к теме святости Божьей, а Кадош этимологически этот термин восходит к понятию отделенности, святой, святой или святой это то, что отделено от вещей профанных, вот Бог абсолютно свят, трансцендентен, свят абсолютно, потому что он абсолютно отделен от твари, от всего профанного, и человек, который служит Богу, он тоже отделяется от числа и долопоклонников, чтобы быть святым, будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш, звучит призыв в книге Левит, бедные и нищие ищут воды и нет ее, язык их сохнет от жажды, я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. В 55 главе прозвучит призыв жаждущие, идите все к водам, вот идите к водам, к водам, здесь эта метафора используется для обозначения божественной жизни, божественного духа, божественного слова, обильные воды изливает Господь на жаждущие, на иссохшие, словно пустыня жаждущая, которая иссохла, истрескалась без воды, так народ без Бога таков. Вот Господь милостив, благодетельствует свой народ и напояет его, словно жаждущую пустыню, об этом будет дальше. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситтим, ситтим, видимо, акации, шиттим, мирту, маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. Почему в пустыне ничего не растет, например, в сирийской пустыне или в иудейской пустыне? Мало воды. Там, где вода, там жизнь. И вот здесь эта метафора, пустыня, вода, применяется к человеку, к народу, к его жизни, к его судьбе. Если с Господом, то человек словно зеленеющее дерево, а если без Господа, словно мекина, словно прах, словно вот это развиваемая ветром полова, тема первого псалма, кстати. Для чего все это? Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Царь Иакова, конечно же, не кореш, не Кир второй великий, а сам Господь, его царь. Так вот, этот самый царь Израилев, он обращается к другим народам, враждующим с Израилем, пленяющим его, или завистливо смотрящим вслед возвращающемуся из плена народу, и желающий судиться с народом Господнем, а может быть, и с самим Господом. Так вот, Господь говорит, ну тогда представьте ваше дело, где ваше исковое заявление, вот, приведите ваши доказательства. Тема суда, да, вот, с которой начинается глава. Встаньте вместе на суд. Вот, народы предстают на суд, чтобы судиться, и Господь их рассудит. Израиль будет оправдан, а народы будут осуждены. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Это дано пророкам Господним. А эти все звездочеты, эти все волхвы, вавилонские, они ничего не могут знать, точно. Какие-то приметы будут, гадания у них, вот, а точно знать, что произойдет, и точно знать, как зовут царя Персидского. Вот это дано только пророкам, пророкам народа Господня, народа израильского. 23 стих. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами удивились, и вместе с вами увидели. У Господа есть Израиль, у Израиля есть Господь. Господь, Бог Израиль, это живой Бог, это Творец, это Владыка, это Повелитель, это Искупитель, это Спаситель, Освободитель. А что такое идолы? Они ничто. Они ничто, и не могут ничего знать, ни будущего предсказывать, никакие божества, никакой мордук, вавилонский, предсказать ничего не может. И все эти звездочеты, которые им служат, все эти идолопоклонники, они будут постыжены Богом. И прямо говорится в 24 стихе, но вы ничто, вы, здесь к этому самому ничтожеству Господь и обращается, вы здесь это вот идолы истуканы, идолопоклонники тоже. И дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас. Одни избирают одно божество, другие другому божеству служат, одни одним истуканом кланятся, другие паломничают к другим святыням и зиккуратам вавилонским. Но это все ничто. Далее 25 стих. Очень интересен. Я воздвиг его от севера. Кого его? Ну, по мнению большинства комментаторов, речь идет все о том же Кире II, о кореше. Действительно, воздвиг его от севера. Говорилось выше немного от востока. Кто воздвиг от востока мужа правды? Второй стих. А здесь я воздвиг его от севера. Ну, северо-восток. Северо-восток. Воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Конечно же, Кир был и оставался идолопоклонником. Веру в Бога Израилева вряд ли он принимал. Что же здесь значит призывать имя мое? Кир, вероятно, не принимал веру в веру Израиля и не был почитателем того Бога, которого чтут израильтяне. Но он издал и дикт, в котором говорилось, пусть каждый народ вернется к своему Богу. Пусть каждый народ возвратится из плена в свою землю. Так вот, здесь, по всей видимости, это имеется в виду. Не то, что напрямую он будет призывать имя Господне, молиться Богу Израилеву. Нет. Богу Израилеву нет. Просто он будет на стороне Бога. Будет исполнять его волю. Вот что здесь, скорее всего, означает призывать имя Господне. Будет попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Молотить. Чуть выше был образ молодьбы. 15 стих. Здесь вот топтать глину. Эти все образы победы, поражения врага, когда враг попирается, топчется буквально, и измолачивается, и превращается в ничто, в уличную грязь, и человек топчет их. Вот этот образ топтания глины, топтания грязи, это образ поражения врагов. Читаем дальше. 26 стих. «Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правду. Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Я первый сказал Сиону, прямая речь Господа, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника». Вот этот благовестник, еврейский термин здесь, мевасер, означает того, «кто несет добрую, благую весть». Бесура Това. И тот, кто ее несет, называется мевасер, «как блаженны ноги благовестника», у другого пророка мы читаем. Здесь, может быть, это тоже говорится о Кире, скорее всего о Кире. Он возвестил израильтянам эту благую для них весть. Он явился для них мевасера, благовестником. Через Кира Господь освобождает свой народ. Может быть, даже против собственной воли Кир это сделал. Господь ему внушил, повелел, вложил его сердце, и он возвестил, «возвращайтесь в свою родную землю». Дал Иерусалиму благовестника, Сиону, Иерусалиму, Сион, Иерусалим, израильский народ, принял эту весть и с радостью, с торжеством возвратился из плена. Итак, продолжается прямая речь Господа. Читаем два заключительных стиха. «Я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Ни идолы, ни те, кто им поклоняются, никаких ответов дать не могут». Это все бред. «Вот все они ничто, ничтожны и дела их, ветер и пустота и стуканы их. Идолопоклонники, язычники, вместе со всеми их культами, религиями, это ничто, ничтожны». Манифест полного, абсолютного единобожия звучит в этих главах Исаии. Народ возвращается из плена, возвращается, ведомый своим Богом, отправляемый по воле Божией персидским царем из плена, возвращается в святую землю, в Иерусалим, на Сион. Этот исход, Израиль из Вавилонского плена, он уподобляется исходу из египетского плена. Это как бы второй исход. И там Господь, все преграды, стоящие перед Израилем, самую великую преграду, Красное море, Господь устранил эту преграду, рассек море, Израиль прошел по суше. Здесь тоже говорится, читали мы, всякий холм города понизится, всякий дол до наполнится, чтобы была ровная, прямая дорога по той пустыне, по той степи, по которой израильский народ будет возвращаться. Словно когда-то из египетского рабства, теперь из Вавилонского плена вернется израильский народ к себе в Иерусалим, на Сион. Эти темы будут продолжаться и развиваться дальше в последующих главах Исаии. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...